Привет, друзья! С вами я, Анна Сочина и свежий перевод иностранной прессы. Начнем с немцев. В том, каким стал Путин, виноват Запад, назвала свою публикацию берлинская Die Welt. В качестве эксперта по России, разбирающегося в сути вопроса, журналисты пригласили известного в Германии фотографа Даниэля Бискупа, много раз делавшего кадры с Путиным. После перемен в общественной сфере при Горбачеве и Ельцине в 80-е и в начале 90-х многие россияне надеялись на то, что Запад примет их страну с распростертыми объятиями, говорит Бискуп. Однако все произошедшее было интерпретировано как победа Запада над Востоком, и русские ощутили это отношение на себе. Их это обидело, поскольку они хотели, чтобы с ними обращались, как с партнерами, на равных, признает немецкий фотограф. По его мнению, употребляемый российскими политиками термин «постзападный мир» означает, что Москва стремится расколоть ЕС. Заметьте, таких публикаций, транслирующих нашу точку зрения, в иностранных СМИ становится все больше. Думаю, нам надо взять на вооружение тактику Запада и начать требовать платить и каяться за то, что они не обращались с нашей страной на равных в начале 90-х. Это, знаете ли, будет очень качественный троллинг. Современная русофобия не имеет под собой никакого реального основания, пишет польский еженедельник Пшайглад. Перелом 1989 года стал возможен в Польше благодаря переменам в СССР, которые были связаны с фигурой Михаила Горбачева, напоминает автор материала. Более того, журналист указывает, что Варшава здорово нажилась по итогам Второй мировой. Москва не получила ни пяти довоенного польского государства, зато поляки приобрели 100 тысяч квадратных километров, которые в 1945 году присоединили к нашей стране, сказано в публикации Пшайглад. И что же в ответ? Новый всплеск русофобии, причем очень своеобразный. Под националистскими лозунгами и во имя так называемого восстановления памяти была создана идея, будто в результате войны Польша оказалась под новой оккупацией, пишет издание. То есть это оккупанты подарили Варшаве те самые 100 тысяч квадратных километров, а нынешний президент России, по мнению польских правах, лишь продолжатель дела тех самых оккупантов. Вы и тоже вспомнили о карательной психиатрии? А теперь скажите, стоит ли удивляться, что после всплесков бессмысленного и беспощадного польского национализма соседи несколько раз делили эту страну между собой? Доклад о допинге в российском спорте признан неавторитетным, гласит заголовок материала иранской газеты Хамшахри. В письме, опубликованном на официальном сайте ВАДА, генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер прямо подтвердил факт несостоятельности выдвинутых обвинений, пишет одно из самых популярных изданий Ирана. Однако все это происходит лишь сейчас, напоминает Хамшахри, тогда как ранее Москва лишилась возможности отправить на летнюю Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро свои как мужские, так и женские сборные легкоатлетов, а также почетных спортсменов по тяжелой атлетике. Российских же паралимпийцев вообще отстранили от соревнований в Рио в полном составе. Выводов на тему, зачем был устроен скандал, издание не делает, однако мы и так их знаем. Заметьте, о бесславном окончании допингового скандала пишут не американские, не европейские СМИ, а иранская газета. Так где же все эти совестливые журналисты, которые трубили о русском допинге? Почему не опровергают сейчас, когда доклад ВАДА назван несостоятельным? Впрочем, вы и сами понимаете почему. Дональд Трамп объявляет о масштабном ядерном перевооружении. Чтобы сохранить баланс сил, Москве стоит последовать его примеру, однако такой возможности у нее нет. Начинает свою публикацию немецкая Süddeutsche Zeitung. Дальше, кстати, можно и не читать. Потому что ключевой тезис «Россия просто-напросто не может позволить себе участие в новой гонке вооружений» попросту ничем не обоснован. Материал Süddeutsche Zeitung – это типичный, ярчайший пример тупейшей западной пропаганды. Взгляните. Заявление Трампа, то есть, попросту говоря, болтовня с трибуны, приравнивается к свершившемуся действию. Мол, ну а как иначе? Большой белый босс из США объявил же. Во сколько обойдется ядерное перевооружение Америки? Как долго оно будет идти? Получится ли оно в конце концов? И кто вообще утверждает, что Россия не сможет сохранить баланс сил? Такие вопросы немецкая СМИ попросту не волнует. Ему надо отобразить генеральную линию партии, а там хоть трава не расти. Это не журналистика, это худший образец позднесоветской пропаганды, провал которой, известно, чем обернулся. Но параллели в ЕС, очевидно, не замечают. Что ж, тем хуже для них. Возрождению ультраправого движения в Скандинавии посвящен материал норвежского канала НРК, называющийся «Они снова маршируют по улицам». Журналисты взялись собирать информацию о норвежской части нацистской организации, именующей себя скандинавским движением сопротивления. Молодые нацисты утверждают, что Норвегию оккупировали участники еврейско-сианистского заговора и что они борются против так называемого «вредного воздействия евреев» на норвежское общество, пишет НРК. А еще крайне правые ненавидят секс-меньшинство. Автор материала, естественно, сравнивает норвежских нацистов с гитлеровцами и не видит никакой разницы. Да, пока что экстремисты в Норвегии малочисленны, признает СМИ. Однако они не боятся применять насилие, стремятся к легализации и даже привлекают на свою сторону левых активистов. Автор материала считает, что такой идеологии будет трудно закрепиться в стране, но я на его месте не была бы так оптимистична. Ведь Норвегия поддержала нацистский путь в Киеве, а коричневая зараза липнет к тем, кто хотя бы раз заморал ею руки. Тем более в Европе в этом плане богатейшие традиции. А на сегодня это все. С обзором иностранной прессы вас познакомила я, Анна Сочина. Пока!